Африка 2 фронт Директор разведывательной службы Израиля Моссад Давид Барнея во главе делегации направится в Египет на переговоры по освобождению заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением Хамас. В переговорах также примут участие делегации США и Катара. Израильские чиновники заявили, что поступившее от Хамас предложение не предусматривает переговоров. Делегация Израиля поедет на консультации с надеждой изменить эту позицию. Как сообщила ранее газета Financial Times со ссылкой на неназванные дипломатические источники директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс и глава Моссада, как ожидается, встретятся с высокопоставленными чиновниками Египта и Катара. По данным издания, цель дискуссии – возобновить переговоры по сделке для приостановки войны на Ближнем Востоке и освобождения заложников. Подробнее о переговорах в Каире мы побеседуем с программным директором, программным координатором Российского совета по международным делам Иваном Бочаровым. Иван, здравствуйте, большое спасибо, что присоединились к нам. Здравствуйте, Руслан, спасибо за приглашение. Итак, мы наблюдаем, что в Каире с прошлой недели продолжаются довольно интенсивные переговоры. Разные арабские источники сообщали о том, что они будут продолжаться не менее 10 дней. Есть противоречивые сообщения о том, кто на какие уступки может или не может пойти, какие есть разногласия и противоречия. Вот так, если в сухом остатке, на ваш взгляд, что сегодня, спустя уже столько месяцев войны и после предыдущего перемирия, остается наиболее серьезным камнем преткновения. Какие, на ваш взгляд, главные препятствия сегодня для достижения новой сделки? Если говорить о фундаментальных препятствиях, то это, конечно, продолжающаяся операция вооруженных сил Израиля в секторе Газа, которую он начал после атак Хамаса на Израиль 7 октября. Если же говорить о том, что конкретно сейчас является ключевым камнем преткновения, то это, конечно, и довольно жесткая риторика Израиля, которая до сих пор остается в израильских нарративах. Это и то, что Израиль декорирует намерение начать операцию в городе Рафах. Я напомню, что сейчас там находится, по подвизительным оценкам, около миллиона и трехсот тысяч человек. Это очень много. Это больше половины всего населения сектора Газа. И очевидно, что даже если Израиль попытается вывести часть мирных жителей из Рафаха, все равно там будут большие жертвы среди мирного населения. А Хамас потеряет, по сути, свои последние подразделения, четыре батальона, насколько я помню, по израильскому оценку, которые еще не ушли в подполье и не разгромлены. И, конечно, Хамас не очень рад такой перспективе и уже предупреждал о том, что это сорвет переговоры по освобождению израильских заводов. На мой взгляд, это сейчас остается ключевым камнем к рекламе. А кто, по-вашему, находится в более выгодном положении? У кого сейчас, скажем так, преимущество, если это можно так назвать, хотя бы психологическое преимущество? У кого более такое выгодное положение? Ну, мне кажется, что сейчас, конечно, если говорить о выгодном положении с точки зрения инициативы, то она, конечно, за Израилем. Потому что инициатива Хамаса, она уже давно исчерпана. И единственный его рычаг давления серьезный, который остается, это не какие-либо союзники, не государственные акторы, которые за него могли бы вступиться. А это заложники, которые до сих пор остаются у движения Хамас. В то время как Израиль, по сути, уже контролирует большую часть территории сектора ГАЗа, декларирует намерение уничтожить всю военную структуру движения Хамаса. Поэтому с такой психологической точки зрения, конечно, у него, как мне кажется, больше преимуществ. Но в то же время не стоит забывать о том, что и на Израиль сейчас тоже оказывается большое давление не со стороны, конечно, Хамаса или Ирана, а со стороны союзников, ключевых союзников нерегиональных в Израиле. Я говорю, в первую очередь, о Соединенных Штатах, которые пытаются воздействовать на Израиль с тем, чтобы он либо не проводил эту операцию, либо проводил ее, скажем так, с меньшими издержками, в том числе имиджевыми. Вы уже упомянули о ситуации в Рафахе. Его называют последним рубежом в секторе ГАЗа. И в связи с этим ряд СМИ сообщали о том, что Египет намекает Израилю даже на возможный разрыв депотношений, то есть прекращение действия того соглашения, которое было достигнуто еще в 79-м году. На ваш взгляд, имеют ли под собой какие-то основания эти сообщения? И что бы вы назвали красной чертой для Каира, после которой египетские власти действительно пойдут на какие-то крайние меры, вплоть до разрыва депотношений с Израилем? Мне кажется, что пока что это все риторика, потому что я просто приведу несколько цифр. С 1978 года Египет получил со стороны США военную помощь в размере, по-моему, более 50 миллиардов долларов и более 30 миллиардов долларов в качестве экономической помощи. То есть это такая довольно значимая сумма для Египта, которая продолжает испытывать такие довольно острые социально-экономические проблемы. И очевидно, что если вдруг Египет пойдет на разрыв отношений с Израилем, он, конечно, потеряет помощь. В принципе, уже такое было в истории Египта. Я напомню, что в 2013 году и часть военных поставок на Египет прекращалась, и военная помощь Египту замораживалась, и было не очень комфортно. Поэтому Египет, конечно, наверное, на это не пойдет. США в этом крайне не заинтересованы. Я напомню, что Египет и США, прошу прощения, Египет и Израиль – это важные союзники США на Ближнем Востоке. И трудно представить, чтобы они сейчас как-то прям серьезно ссорились вплоть до разрыва дипломатических отношений. Единственная красная черта, которая, мне кажется, может привести – это если вдруг боевые действия перенесутся на территорию самого Египта. Но и это, мне это представляется крайне маловероятным. Я не думаю, что Египет в следующий момент готов серьезно ссориться с Израилем и разрывать с ним отношения из-за ситуации в секторе газа. Даже если там будут тяжелые последствия в ходе военной операции в России. Вы уже упомянули о том, что без Соединенных Штатов здесь никуда. Они по-прежнему играют важную роль, в том числе и в переговорном процессе. И в том, что касается текущего состояния отношений между Израилем и арабским миром в широком смысле. Но все-таки можно ли говорить о том, что позиция Вашингтона относительно ситуации в секторе газа меняется? Взять хотя бы последнее выступление Джо Байдена, который открыто говорит о том, что ответы Израиля на действия боевиков Хамаса 7 октября непропорционален. Можно ли констатировать, что Белый дом уже не в такой степени, мягко говоря, поддерживает Израиль, как это было в начале войны? Ну, я думаю, да, что скорее не в такой степени он поддерживает. В том числе, если мы посмотрим именно на публичное поле, потому что неформально Соединенные Штаты, они и ранее, по сообщению СМИ, оказывали обтепленное воздействие на Израиль, с тем, чтобы он не так интенсивно проводил операцию в секторе газа и не нападал, допустим, превентивно на СССР, потому что все-таки не только Израиль, но и большая часть арабских стран, они тоже сохраняют соединические отношения с Вашингтоном, как вы сами заметили. Поэтому, может быть, да, наблюдаются незначительные корректировки в нюансах, но, в принципе, если мы посмотрим на официальные заявления, которые делались Белым домом после 7 октября, в принципе, там уже были такие намеки на то, что все-таки не стоит переусердствовать, так скажем. Но они отчасти иногда читались в межстроп, но тем не менее. Поэтому я бы не сказал, что тут есть какое-то кардинальное изменение. Я напомню, что после атак 7 октября Байден, он собирался посетить вообще не только Израиль, но и провести саммит с участием витеков арабских стран, которые были сорваны в связи с тем, что там взбомбили больницу. А-ля-хли, да-да-да. Да, поэтому были попытки сбалансировать, скажем так, политику США на данном направлении, но все равно, да, действительно есть небольшие корректировки. И если позвольте, Иван, последний вопрос вам задам. Эксперты, в частности, рабисты, специалисты по Израилю обсуждают перспективу того, что будет после этой войны, которая рано или поздно закончится. И многие предрекают начало новой эпохи примирения. Как это было после войны судного дня 1973 года, как это было после первой интифады, после которой начался так называемый ословашингтонский процесс. Ожидаете ли вы нечто подобное после этой войны? Можно ли ожидать наступления, если не мира, то эпохи какого-то сближения или попыток найти точки соприкосновения между Израилем, с одной стороны, и арабским миром в широком смысле, с другой? Мне кажется, что пока что для этого не созрели внутренние условия. То есть я, конечно, не исключаю такой возможности. Вы сами приводили примеры, когда наблюдались определенные потерпления. Но сейчас просто, ну, моментально, на эмоциональном уровне очень трудно было бы это принять тем, кого эта проблема коснулась. И я бы сказал так, что еще очень многое, если мы говорим о долгосрочной перспективе, зависит от итогов политического транзита и в Израиле, и в палестинской национальной администрации. Потому что и Аббас уже не молод, и Метаньяху, возможно, придется уходить или искать какие-то пути, сохранить власть. То есть от этого еще очень много будет зависеть. Но, да, я думаю, если мы говорим о перспективе через несколько лет, да, наверное, такое будет возможно. Пока что, учитывая беспрецедентный характер, то есть калации политического израильского конструктора, которое мы наблюдаем с 7 октября прошлого года, пока что это кажется именно перспективой. Так или иначе, будем надеяться на лучшее, будем надеяться на мир. Иван, спасибо вам огромное за замечательные комментарии. Всего вам самого доброго. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. О переговорах в Каире с участием делегаций Израиля и палестинского радикального движения «Хамас» мы беседовали с программным координатором Российского совета по международным делам Иваном Бочаровым. О наиболее актуальных новостях на африканском континенте за последние дни с нами поделился политический обозреватель СБС Сергей Елединов. Добрый день. Ну, наиболее обсуждаемое сейчас африканское событие это же, конечно, перенос выборов в республике Сенегал, который по факту означает продление президентского срока и все, что происходит, соответственно, вокруг этого. Это событие, естественно, сопровождается огромным количеством версий, но иногда совершенно абсурдных, таких на уровне конспирологии. Причем эти версии транслируются и тиражируются, в том числе и достаточно известными, в общем-то, серьезными изданиями. Ну, основные версии первые – это размолвка между президентом и его премьер-министром. Ну, и также вот существуют версии о причинах этой размолвки. Ну, основное – это то, что за каждым из них стоит какая-то держава с ее интересами, ну, в частности, Франция и США, ну, даже выдвигается версия о том, что причина их размолвки – это конфликт первых домов государства. Ну, и вторая – это как бы эксплуатируется еще и версия о каком-то неком таком договорном транзите власти, основанном на существующем союзе Мак-Иссаль и Карима Вады, лидера демократической партии Сенегала, сына бывшего президента Абдалай Вада. Ну, кстати, напомню, что Мак-Иссаль в свое время был премьер-министром в правительстве Абдалай Вада. Ну, возможно, в этом что-то и есть, но, на мой взгляд, это не более чем повод для каких-то сплетен. Мне кажется, что для любого журналиста с определенным, с таким достаточным опытом практической работы и классическим образованием, ну, естественно, журналиста не предвзятого, всегда есть возможность применить бритву Акама, методологический принцип «не плодить сущностей», то есть, как бы, из всех версий выбрать наиболее простую и очевидную. И такая простая причина есть. Это нежелание, скорее, даже невозможность, такая экзистенциальная невозможность уйти из власти. Для Мак-Иссаля его окружение, окружение его жены, потеря власти будет означать такую полную потерю всего. Имущество, положение, возможно, даже свободы. И никакой преемник в реалиях синегайской политической жизни ничего не обеспечить, ни гарантировать не сможет. Ну, и тем более, если мы говорим об Амадуба, то, в общем-то, шансы быть избранным у него не очень велики. Ну, а, как бы, имея в виду непосредственно самого господина Саля, ну, на мой взгляд, ему бессмысленно рассчитывать на какие-то договоренности. Ну, и, как мы видим, Мак-Иссаля это все прекрасно понимал, и за время своего правления он очень серьезно перепахал, ну, перепахал кнутом и пряником политический ландшафт Сатраны. То есть, как бы, исходя из большей лояльности, он постоянно менял судей, прокуроров, командования армии, силовых структур. Кстати, последние кадровые перестановки в армии и жандармерии произошли как раз в конце 23-го года. Именно в этот же период и велась активная работа со среди депутатов с целью привлечения на сторону текущего правительства. Ну, вот, тем не менее, возможность у него оставалась только одна. Это перенос выборов, так как баллотироваться на третий срок, на сегодняшний день, для него это было бы равносильно самоубийству. Потому что, в общем-то, только отказ от своего выдвижения на третий срок положил конец масштабным волнениям по всей стране. И вот здесь, что важно отметить, что в время этих волнений ряд сотрудников правоохранительных органов начинали саботировать приказы к применению силовых методов. Ну, ситуация не очень хорошая, ну, как бы для не очень популярного в народе президента, для страны с достаточно сильными демократическими традициями, особенно с точки зрения необходимости сменяемости власти. Ряд достаточно весомых и уважаемых фигур в правительстве, как, например, генеральный секретарь правительства Абдулатив Кулибали и министр здравоохранения, известный в мире инфекционист Кольсек, демонстративно подали в отставку. Кандидаты от оппозиции выступают единым фронтом против переноса выборов, которые они характеризуют как конституционный переворот и, в общем-то, даже отчасти лояльные к власти средства массовой информации придерживаются этого определения. Макисаль объявил о национальном диалоге, я не очень понимаю, что это за процедура, какие у нее механизмы, как она может повлиять на ситуацию. Он обещал амнистию всем заключенным, так или иначе связанным с политической активностью. Он сделал еще ряд попыток для успокоения ситуации, но единственное, что ему поможет удержать власть, это лояльность армии и силовых структур в подавлении какой-то такой активности оппозиции, ну, манифестации. Ну, и опять-таки при условии, что вот этот градус противления общества, он, конечно, не примет слишком широкие масштабы. Ну, вот, впрочем, опять-таки, армии и силовые структуры, это, как бы, единственные механизмы, у которых есть возможность и препятствовать переносу выборов и гарантировать какой-то такой мирный транзит власти. Ну, впрочем, решение о переносе выборов еще не вступило в силу. Его законность с точки зрения соответствия Конституции должен решить Конституционный суд. Ну, у меня есть предположение, что то это решение не будет сенсационным. Реакции мирового сообщества достаточно критичные, но сдержанные. Прежде всего, США и Франция прекрасно понимают, что сильное давление на сенегальского президента может вызвать его деривацию в сторону стран, ну, скажем так, более толерантно относящихся к дефициту демократии. Ну, я думаю, понимает это и сам Макисаль и как бы не очень реагирует на международную общественность. Соответственно, с осуждением выступил ЭКВАЗ. В обсуждении ситуации с Сенегалом даже звучали предложения заморозить активы президента, какого-то его окружения, запретить ему перемещение. Ну, не думаю, что это как-то особо кого-то заботит, как в Сенегале, ну, я думаю, впрочем, и сам ЭКВАЗ гораздо больше обеспокоен категорическим выходом стран Сахеля без соблюдения предписанных процедур, ну, из-за чего постоянно созываются и экстренные совещания о организации. Ну, и здесь вот опять, что если мы говорим об ЭКВАЗе, то вот его наиболее активный член Республика Кот-де-Вуар, это, в общем-то, не самый лучший пример демократии, потому что профранцузский президент Аласа Нутара был выбран на третий неконституционный срок путем таких вот определенных махинаций, естественно, с Конституцией. Ну, если подытожить, то самое трагичное, конечно, в этой ситуации то, что по своей воле Макисаль власть отдавать не собирается, общество достаточно наэлектризовано, и шанс внутреннего конфликта существует. Ну, и опять-таки еще в целом мы, конечно, можем констатировать, что вообще сложившаяся политическая карта региона начинает изменяться или даже разрушаться. Ну вот, а в то же время нигерийский концерн дан год инвестирует больше миллиарда долларов в добычу фосфата в Сенегале. Об этом заявил владелец компании, миллиардер Алико Дангод, во время своей аудиенции у президента Сенегала Макисаля. Бизнесмену присвоили звание командора Сенегальского ордена Льва. В марте 22-го года эта же компания открыла Дангод и Фертилайзер, один из крупнейших заводов по производству удобрений, стоимостью более 2,5 миллиардов долларов. А в 2014 году в Сенегале тем же самым бизнесменом был запущен цементный завод мощностью более 1,5 миллионов тонн в год. Это была программа «Африка. Второй фронт». Меня зовут Руслан Сулейманов. Всего вам доброго. Оставайтесь на CBC. Субтитры создавал DimaTorzok